Вот один из стендов, который мы сейчас сделали, это посвященная Тильде. Как вы видите, это необычная кукла Тильда, которая, в общем-то, при знакомстве с ней вызывает массу таких приятных эмоций. Волшебный мир куклы – так называется выставка, открывшаяся в фойе первого этажа районного центра культуры и досуга. Экскурсию проводит ее идейный вдохновитель и организатор Ольга Новак. Мы видим такие игрушки, сделанные нашей юной участницей Дашей Анохиной. Даже не веришь, что такие довольно сложные вещи делает ребенок 13 лет. Да, вот посмотрите, как удивительный у нее такой взгляд на вещи и удивительная техника. Особенно вот эта вот лама, потрясающая работа, посмотрите. А вот этого енота она назвала петербуржецей. Когда на него смотришь, он действительно напоминает петербуржецей. Видновчанка Ольга Новак по образованию инженер, но внезапно решила круто поменять жизнь. Закончила институт дизайна и начала изготавливать куклы. Выяснилось, что в Винном немало талантливых мастеров. Отсюда и пришла идея создать такую экспозицию. Мне очень хотелось продвинуть вот этот культурный сегмент в Винном. И я знаю, что здесь очень много мастеров, которые не могут, допустим, прорваться на какой-то более высокий уровень, попасть на искусство куклы в силу разных обстоятельств. Мне просто хочется, чтобы Винном было еще одно направление в таком культурном аспекте. Бытовые зарисовки, сцены из сказок, очаровательные коты и трогательные куклы. Некоторые работы выполнены настолько филигранно, что вызывают неподдельное восхищение мастерством автора и его фантазией. Это бухгалтер, который поливает денежное дерево. Здесь отражены все Сбербанк, ПФР, а пол сделан из всех валют мира. Несколько десятков работ представлены семи мастерами из Москвы и Видного. Текстиль, вязание, папье-маше, пластик, дерево, металл. Бездушные материалы в талантливых руках превращаются в живые очаровательные куклы. Техника грунтованного текстиля. Но сложность работы достигается прошивками, нанесением грунта, нанесением фактур. Ощущение, что он вылеплен, что это скульптура. На самом деле это текстиль, набитый синтепоном, очень легкий и в общем-то с ним ничего не будет. Но удивительная работа. Планируется, что выставка будет работать на постоянной основе, но с разными тематическими направлениями. Перед Новым годом мы будем собирать работы в новогоднюю тематику. В принципе, мы уже сейчас их начинаем собирать. Здесь будет новогодняя сказка. Посетить выставку в районном центре культуры и досуга можно в понедельник, среду, пятницу и субботу с 15 до 18 часов. Естественно, соблюдая меры предосторожности. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok